Потому что, во-первых, мы являемся единственной компанией, которая входит в мировую международную ассоциацию нейромаркетинга. Во-вторых, по первому образованию я нейрофизиолог, а по второму финансист. Поэтому эта тема для меня не просто чужая, она мне близкая и понятная. И с момента возникновения слова нейромаркетинг в 2000 году я наблюдала за этим процессом. Что происходило в Америке, как это развивалось, что происходило в Европе, кто этим занимался. На сегодняшний день у меня, например, есть перечень всех приборов, которым можно работать в нейромаркетинге, например, айтрекинговых. И где они находятся на территории России, у каких агентств, какие у этих приборов разрешения, что с помощью этих приборов можно делать, а что делать нельзя. Поэтому я на самом деле, давайте сосредоточусь именно на этом. Потому что, ну такие некие мои вступления, они были связаны, опять-таки я понимала, какой здесь формат. И мне хотелось привязаться все равно к определенным исследованиям в этой области. Но вот то, что я даже слышала из-за того, что произошло такое смещение по времени, я понимаю, что все эти вопросы затрагивались. Вы можете, опять-таки, мою презентацию посмотреть. Более того, я ее старалась оставлять следующим образом. Если я на что-то ссылалась, на какие-то исследования, я обязательно давала ссылку на полное исследование. Можно посмотреть, откуда это взято и почему. Поэтому мы, собственно, не будем на этом останавливаться. Значит, сегодня звучало, быстро повторю, барьеры к пользованию финансовыми услугами. Высокая сложность финансовых продуктов, отсутствие унифицированного представления их характеристика условий пользования и надежность поставщика как организации. При этом я хочу вот тоже еще несколько слов сказать о том, что я в свое время работала в Центральном банке. И на самом деле вопрос лояльности и вообще образа банка, неважно, банка коммерческого, микрофинансовой организации, Центрального банка, это действительно очень сложный вопрос. Мы все прекрасно понимаем, что любой банк, мы уже не говорим там о функциях, живет на том, что он должен дешево привлечь и дорого разместить. Это расставщичество. Это сидит внутри столетиями. Поэтому создание образа, создание лояльности, это действительно крайне сложный вопрос. Потому что мы психологически изначально глубоко внутри плохо относимся к расставщичеству. А банковская деятельность, это прежде всего расставщичество. Что хотел сказать? И сегодня это тоже затрагивалось. Но на самом деле это преподают, это преподают в МБИ, это преподают в западных вузах, это преподают в Америке. На самом деле есть только четыре глобальные бизнес-модели, которые связаны именно с привлечением, с привлечением клиентов. И если мы подумаем, что любые услуги, любые маркетинговые стратегии, которые мы придумываем, мы можем положить в одну из них. Первое называется «самая выгодная цена и очень легко получить». Второе – индивидуальный сервис, когда у нас уже не может быть цена этой услуги дешевая. Потому что мы должны работать индивидуально с каждым клиентом, а значит у нас должен быть определенный антураж, у нас должно быть определенное количество сотрудников, которые будут индивидуально работать с каждым клиентом. Инновационные продукты – это нацелено на тех людей, которым все время нужно что-то новенькое. И, соответственно, исследование и развитие. Люди, которым нужно обоснование, получить обоснование. Вот дальше, вот в Америке это очень просто. Я вот только что прилетела опять-таки с Конгресса мирового нейромаркетинга, и мы там с американцами как раз долго обсуждали, вот мы говорили там. Например, Банк Америка находится в сегменте Кост-центр. Ну вот очевидно. То есть легко, просто, как бы, около каждой кассы стоит банкомат и всегда дешево. И на самом деле они не прыгают из сегмента в сегмент. И сегодня об этом тоже говорилось. Мы все стараемся вот так по-русски загорести, значит, большим гребнем. И поэтому, на самом деле, дальше занимаемся внутренним каннибализмом. Поедаем друг другу, мешаем друг другу. И оказываем, на самом деле, низкокачественные очень часто услуги. То есть такие, в общем, очевидные совершенно вещи. А следующий, следующий тезис мой. Следующий тезис в том, что на самом деле, вот опять-таки, когда мы говорим, вот сейчас уже пошли. И вот прямо, на самом деле, я вот смотрю на вас. То есть пошли именно в повторные продажи и в то, что конечный потребитель должен получить удовольствие от пользования услугой. При этом все критерии и стандарты в банках, и неважно где в банках, в розничной торговле, там, на всех рынках, заканчиваются в тот момент, когда совершена продажа. У нас, у наших продавцов, примируют в тот момент, когда они продали любую цену и задачу. Задача продать любой ценой. И мы, на самом деле, очень часто встречаем сейчас среди наших клиентов, когда они говорят, да, у меня совершенно потрясающий продажник, ну просто чудовищный. Уволила бы сразу самые высокие показатели. Но так агрессивно, как он себя ведет с клиентами, ну вот, это за пределы добра и зла. Понятно, что это, вот знаете, это пока нету такой плотности в категории. Как только плотность достигнет определенного этапа, это пройдет. Это абсолютно болезненно. Еще раз, аргументы можно посмотреть, я дальше их всех разверну. Значит, рейтинги банковские все знают, можно обратиться, низкую лояльность демонстрируют. Мы, это, кстати, наша российская ментальность, у нас работает сарафанное радио. Сарафанное радио как на положительную слюбе, на положительный экспириенс, так и на отрицательный. Мы за компанию ударимся, ну не зря же, собственно. И за компанию, что мы будем делать, кем мы пойдем, кредиты будем брать, опять-таки, не знаю там, что, гарантию давать друзьям. И дальше информация предоставляется так, что трудно сделать информированный выбор. Это действительно, об этом тоже все не говорили. Я здесь даю, я дала немножечко по лояльности российских банков, но вы можете посмотреть, и все это смотрят. Банкинг.юру, есть народный рейтинг, есть более серьезные исследования. Но основной вывод, ради чего я, собственно, это сюда разместила, это то, что эксперты прогнозируют удовлетворенность российскими банками будет снижаться. Мы в этой реальности. Ничего другого сегодня нам дано не будет. Ну, понятно, это просто красивая картинка по поводу сарафанного радио. И исследование конфор, я даю тоже на него ссылку здесь. На самом деле оно очень интересное, потому что оно было нацелено на то, именно на информационную асимметрию. Вот просто, если кто интересуется, к нему можно обратиться, его можно найти, посмотреть целиком. И как раз я показываю, что о максимальной процентной ставке не понимают 22%, о штрафных санкциях по кредиту не понимают 22%. Ну, то есть такие, знаете, самые узловые, значимые вещи для, собственно, банка. Таким образом, необходимо понять, что хочет потребитель и выявить его подлинное желание. Теперь несколько слов о том, что вообще, в принципе, будет с маркетингом. Что, в принципе, будет происходить с маркетингом? Как? С отруслью. Маркетинговые исследования. Вот если мы с вами разберем, что есть в маркетинге исследованиях все равно крупными мазками, ну, потому что, ну, как бы можно разворачивать глубоко в кис, значит, есть индустриальные измерения, есть новые идеи, и есть тестирование идей продуктов и рекламы. На самом деле, опять-таки, если вы когда-нибудь над этим подумаете, вы увидите, что все, что происходит в маркетинге исследований, уложится в эти три категории. Таким образом, что будет, наш поднос, что будет происходить? И почему? Ну, во-первых, почему? Не так давно могу назвать эту уважаемую компанию Ипсис, провела внутреннее исследование. И на самом деле, вот цифра, которая здесь дана, она абсолютно инсайдерская. Из десяти прогнозов выбора потребительского только девять прогнозов являются полностью неверными. Это просто факт. То есть, понимаете, да, любое крупное международное, Мельсин ли это, Ипсис, прогнозируют объем потребительского выбора. Вот из их собственных, это их собственные внутренние данные. Они говорят, мы прогнозируем, из десяти девять неверные.